Как же производится мышечное тестирование? Для того, чтобы тестировать человека, сила не нужна. То есть мы тестируем рефлекторную активность нервной системы. Чем мягче мы работаем, тем более энергосберегающе. Это для клиента, ну и для нашей деятельности. Чтобы протестировать мышцу, нужно вывести конечность, ну или то место, которое вы тестируете, а чаще всего это конечности, в рабочее положение для мышц. То есть у нас мышцы осуществляют различные движения в различных диапазонах. Они могут так работать, так работать, могут назад пойти. Таким образом, чтобы протестировать конкретную одну мышцу, нужно вывести конечность в это положение. Но чтобы это сделал специалист, ни в коем случае это не должен делать клиент. Почему? Потому что клиент это делает какими-то мышцами. Он подключает синергисты, стабилизаторы для того, чтобы данный регион каким-то образом заработал. То есть если он сам это сделал, он заранее сделал много компенсаций. Если это сделал специалист, никаких компенсаций не потребовалось. Таким образом, это первый этап в мышечном тестировании. Второй этап. Когда мы вывели конечность в это положение, мы должны понять, куда мы будем давить. Если вы, допустим, подняли конечность таким образом, то и давить вы должны в противоположном направлении. Это будет вниз. Основной инструмент выведения или движения в определенном векторе это предплечье самого специалиста. Чтобы научиться правильно тестировать, сначала нужно тестировать следующим образом. Вы вывели конечность. Создали положение предплечья таким образом, куда оно должно пойти. Сюда, сюда, сюда. То есть предплечье специалиста задает вектор движения. Вывели. И потом просите клиента чуть-чуть надавить на вашу руку. То есть вы не давите первым никогда. Иначе тест грязный. Когда человек сам надавил первый на вашу руку, дави, рука пошла, вы немножко удерживаете это давление. Потом ему говорите, давите сильнее. И уже после этого осуществляете противодавление на конечность. Посмотрим на другую мышцу. Допустим, это прямая мышца бедра, которая осуществляет флексию ноги при ходьбе. Ее вектор движения вот такой. Если человек сам поднимет мышцу, поднимайте. Я прошу вас заметить, чтобы поднять мышцу, он повернул таз вот таким образом. Ротировал сюда. То есть застабилизировался. И включилось много синергистов. Возможно, есть какой-то слабый участок, который не позволяет стабильно держать таз. Поэтому, сгибая колено, вы сами выводите в конечность, в нужное вам положение. Далее вектор, который задает ваша конечность, выставляется в перпендикулярное положение по отношению к конечности. Просите человека надавить на вашу руку. Он первый начинает движение. Дальше вы говорите, давите сильнее, еще, еще. Все. Вот в этом положении данная мышца работает очень плохо. Надавите, давите. И вы падаете. Мышца упала. Если мы тестируем в этом положении, давите вверх, в этом положении мышца работает хорошо. Это говорит о дисфункции в конкретном положении. И мы уже будем рассматривать терапию данного региона в конкретной проблеме, в конкретном контексте нарушения. Допустим, мы хотим протестировать любую другую мышцу. Это будет грушевидная мышца. Мы сгибаем тазобедренный сустав, где-то 80 градусов, 90 так, вот так 80. Создаем ротацию бедренной кости наружу. Так, чтобы конечность или голеностоп человека повернулся внутрь. И просим его голеностопом давить в камеру. Подождите. Сделали фиксацию конечности, чтобы человек не сам ее держал. Создали противодействие. То есть, рычаг будет вот такой. То есть, чтобы ротировать мышцу, а не тянуть конечность. Ротировать конечность, извиняюсь. Вот мой рычаг, вот моя фиксация. И просим надавить чуть-чуть в камеру. Теперь давите сильнее, давите, давите. И как бы разворачиваемся телом, чтобы совершить окружность. Это правильный способ тестирования. То есть, он состоит из трех фаз. Первая фаза. Вы выводите конечность вашего клиента в то положение, с которого начинается тест. Вторая фаза. Вы выставляете вектор давления своей рукой. Третья фаза. Вы просите человека надавить на вашу ладонь, на вашу конечность, или то место, которое вы тестируете, но чаще всего это рука. И оказываете сопротивление его давлению. Если мышца слабеет, значит она гипотонична. Если мышца удерживает ваше давление, она либо нормотонична, либо гипертонична. Исходя из полученного результата, вы можете судить о состоянии мышцы. Допустим, я хочу протестировать большую грудную мышцу, грудинную порцию. Она осуществляет движение конечности по отношению к грудине, к противоположному суставу. Вот таким вот образом. Задача этой мышцы – еще и ротация конечности плечевой кости. Я вывожу конечность в заранее нужное для меня положение. Сам. Чтобы это делал не клиент. Локоть прямой. Могу взять рычаг отсюда, отсюда, отсюда. В зависимости от длины рычага будет создаваться усилие какое-то на мышце. Больше или меньше. Прошу клиента давить своей конечностью по вектору движения мышцы. Вот в эту сторону. Я ставлю свою конечность, выставляя вектор движения в ту сторону. Если я встану так, я буду давить туда. Если я встану так, я буду давить туда. То есть, я являюсь тем вектором, который мышца должна преодолеть. Фиксирую человека и сам фиксируюсь. Я должен стоять плотно. Прошу, надавите чуть-чуть на мою руку. Я почувствовал давление своего клиента. И прошу его давить сильнее. Давите, давите, давите. И как бы чуть-чуть упал на мышцу. В данном случае мышца выдержала мое давление. Я могу предположить, что она нормотоничная. Либо она гипертоничная. Как мне это проверить? Ну, у нас уже есть критерии нормотоничности мышцы. Я собираю мышцу к центру брюшка мышцы. Надавите чуть-чуть, давите. И мышца расслабилась. Это говорит о том, что мышца нормотонична. Она не гипертонична. Надеюсь, все было понятно. В дальнейшем мы еще несколько раз это повторим. Переходи к следующему уроку.